Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу байпас для ключа от коренел, то есть покажу как облегчить получение ключа от коренел. Это сделано для того, чтобы вы не смотрели рекламу, не переходили на всякие сайты и тому подобное. Значит смотрите, что нужно делать. Переходите по ссылке в описании мой телеграм, попадаете вот на такую запись и выполняем все, что здесь написано. То есть сначала нажимаем на расширение, не знаю как оно правильно читается, нажимаем, переходим и устанавливаем его. Дальше, после того как вы его установили, опять открываем телеграм, а дальше переходим на скачивание файла. То есть нажимаем сюда, перейти. Как видите файл не скачивается, но вы просто его короче сами скопируете. Как это сделать? Нажимаете Ctrl-A и Ctrl-C. Все, вы его копируете. И все, что остается, это добавить скрипт в расширение. Как это сделать? Значит, если вы пользуетесь браузером от Google Chrome, нажимаете вот на этот пазл. Дальше находите это расширение, нажимаете на него. И нажимаете на кнопочку создать новый скрипт. Нажимаем. Так, что-то здесь вылезло. Нет, не хочу. Все, пропадай давай. Все пропало. Отлично. Значит, это тоже выделяем с помощью Ctrl-A. Это удаляем. Дальше вставляем скрипт, который мы скопировали через Ctrl-V. Дальше нажимаем файл. Сохранить. И все. Как видите, скрипт у вас сохраняется и начинает работать. Также, если вдруг он по какой-то причине у вас выключен, то включите, чтобы вот здесь вот был зеленый цвет у кнопочки. То есть, это значит, у вас будет работать этот скрипт. Вот, как видите, я уже 18 дней им пользуюсь. Мне очень все нравится. Намного легче стало получать ключ для кренел. В принципе, я могу сейчас вам это показать. Давайте я это сделаю. Так, этот скрипт я удалю, потому что у меня он уже добавлен. И давайте я вам покажу, как этот способ работает. Так, для этого открываем наш любимый Roblox с помощью Microsoft Store. Ну, то есть, через Microsoft Store. Дальше, после того, как вы его открыли, открываем чит и нажимаем кнопочку Inject. И смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, у меня открывается браузер для получения, то есть, вкладка для получения скрипта. Здесь мы проходим капчу. Нажимаем Sumbit. И ждем. И, как видите, этот способ уже начал работать. То есть, здесь мне не предлагают смотреть всякую рекламу. Переходить на какие-то сайты. Просто с помощью этого скрипта мне пишут, что подождите 15 секунд, и вы перейдете на следующее задание. Следующее задание будет точно такое же. То есть, нужно будет пройти чекпоинт. Второй чекпоинт он называется. Также нажимаем Sumbit. И таких чекпоинтов нужно будет пройти 4 штуки. И на последний у вас уже покажется ключ. В принципе, давайте я сейчас все их пройду, чтобы вы убедились, что это все работает. И это намного проще, чем обычным способом делать. Также иногда, как видите, бывает такое, что он вас переадресовывает быстрее, чем 15 секунд. И вам приходится опять ждать эти же 15 секунд. Ну, в принципе, здесь ничего страшного, я думаю, в этом нет. Ну, буквально около минуты примерно у вас занимает получение этого ключа. К сожалению, быстрее это никак не сделать. Только вот таким способом. А вот если бы вы делали это обычным способом, то у вас могло спокойно занять около 2 или 3 минут. То есть, это самый такой нормальный, более-менее выгодный способ. Так скажем. Третий чекпоинт мы уже прошли. Остался последний чекпоинт. И после этого последнего чекпоинта у нас покажется ключ. То есть, смотрите, мы сейчас его проходим. Опять ждем вот эти 15 секунд, которые здесь написаны. И сейчас покажется ключ. Ну, он не покажется. Короче, из-за того, что сделали обновление в Коронелле. Ключ не показывается, но, короче, вы типа его автоматически получаете, скажем так. Весело. Так, опять написано то, что я быстрее 15 секунд прошел. Ну, ладно, давайте еще подождем. И посмотрим, что сейчас напишет. Так, все, наконец-то. Вот, как видите, здесь написано то, что все, типа ты можешь инжектиться к Роблоксу. И инжект происходит автоматически. То есть, грубо говоря, вы ключ получили автоматически. И теперь вы сможете инжектиться к Роблоксу просто по нажатию кнопки. И все. Короче, как-то так. Ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Не забывайте также пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.